Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». О церковной десятине, наверное, слышали все, но обычно считается, что это пережиток прошлого. Некая заповедь Ветхого Завета, исполнять которую в наши дни уже не обязательно. Но как оказалось, есть такие христиане, кто десятину отдают и сегодня. Зачем они это делают и что получают взамен? Об этом мы поговорим с настоятелем Храма Святых Мучеников Младенцев Вифлеемских в Санкт-Петербурге, священником Максимом Устеменко. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, Катя. Давайте вспомним немного историю. Каково было предназначение десятины, куда она сдавалась и на какие нужды? Конечно же, история была такова, что десятина тратилась прежде всего на содержание религиозного культа. Обычай тратить или жертвовать десятину на храм, на богослужение, были еще в доавраамические времена. То есть это был широкий на Ближнем Востоке обычай, распространенный среди разных народов. Мысль была такова. Все, что мы имеем в этой жизни, все, что у нас есть, на самом деле нам не принадлежит. Все принадлежит Богу, Творцу. Поэтому и десятину от урожая от всего, что производит земля, необходимо было как бы в благодарность ему вернуть, чтобы и в дальнейшем получить благословение. Эта традиция, этот обычай был усвоен авраамом и затем широко распространился уже в качестве заповеди Ветхого Завета. Впервые с понятием десятины мы сталкиваемся в книге «Бытия», когда праотец Авраам, победив четырех царей, приходит и встречается у города Салима со священником по имени Мелхиседек. И ему он отдает десятую часть всей добычи. Его внук Иаков, который был прозван Израилем, воздвигнув жертвенник в Вифиле, дает обет Богу, что он будет отдавать десятую часть от всего, что производит земля и скот, для того, чтобы получить благоволение в очах Божиих. И в книге «Второзаконие» уже во времена Моисея этот обычай был закреплен законодательно. Изначально десятина отдавалась для левитов, которые не имели земли. Левиты – это были служители скиний, затем служители Иерусалимского храма. Получив десятину, левиты сами уделяли десятую часть от нее уже коэнам, то есть священникам, непосредственным жрецам, приносившим жертву. И части от этой десятины шли и для бедных, для вдов, сирот и престарелых людей. В соответствии с законом Моисея, десятины делились на несколько видов. Была так называемая первая десятина. То есть от всего урожая отдавалось 10% для левитов и для храмовых богослужений. Для того, чтобы храм скиния функционировали, чтобы левитам и священникам было на что жить и питаться и так далее. Вторая десятина отделялась уже от оставшейся части урожая, от которого уже была отделена первая десятина. То есть это 10% от 90, еще 9%. Эту десятину необходимо было потратить на паломническое путешествие в Иерусалим в храм. И от этой десятины питаться самому, спутником, и накормить вдов, сирот, нищих и тех паломников, которые не имели ничего с собой поесть. Таким образом, Иудею ежегодно предписывалось законом Торой жертвовать 19% от всего урожая, которое производила земля. Сюда входили и овощи, и фрукты, и злаковые растения, которые произрастали на полях. Третья десятина, она предназначалась конкретно для бедных людей, для нищих. То есть шла на благотворительность. Третья десятина отделялась каждый третий год из семилетнего цикла. Поскольку у иудеев периоды времени делились на 50 лет, 50-й год был юбилейный, соответственно, 49 лет делились на 7 седьмин, 7 раз по 7 лет. Каждый седьмой год был годом субботным, годом покоя, когда земля и скот должны были отдыхать. А вот третий и шестой год из семилетнего цикла дополнительно взималось десятина какой-то процент на благотворительность. Таким образом, раз в три года иудей жертвовал даже более чем 19%. Но все это считалось десятины. Была еще десятина от скота, крупного и мелкого, всех кошерных животных, которые употреблялись в пищу, которые также нужно было уделить для Господа, для Иерусалимского храма. Эта заповедь распространялась на всех, кто проживал в Эрец-Израиль, то есть в земле израильской. Жертвовать десятину и от плодов, и жертвовать десятину и от того, что порождал скот. Но были ведь в те древние времена уже иудеи, особенно после Вавилонского плена, которые жили за пределами Эрец-Израиля. Они были в рассеянии. Поэтому дозволялось этим иудеям перечислять, либо самим периодически приезжать в Святую Землю, в Иерусалим, и приносить денежный эквивалент. При этом деньги можно было обменять на скот, приобрести его на произведение земли и уже пожертвовать в храме. И отсюда мы встречаемся в Евангелии с историей, когда Иисус Христос изгоняет из двора язычников торгующих, которые как раз таки и осуществляли этот самый обмен. Обмен и денежный, обмен монет, поскольку в Иерусалимском храме не принимались монеты, произведенные в языческих землях, и приобрести скот и произведение земли. Они должны были быть вне стен Иерусалимского храма. Ну и вот, собственно говоря, мы затронули еще один вид, это денежное пожертвование, то есть десятая часть, которая жертвовалась от доходов. Изначально она распространялась на людей богатых, с высоким положением в обществе, но постепенно распространилась и на все остальные слои населения. И вот уже в Евангелии, например, мы встречаем, как к Господу пришли сборщики налогов на Иерусалимский храм. Отец Максим, скажите, пожалуйста, а что о Десятине говорит все-таки Новый Завет? Новый Завет ничего не говорит, собственно говоря, о Десятине как таковой. Мы знаем, что Христос Спаситель следовал всем заповедям. В Евангелии от Матфея вот встречается как раз история, когда Христос был с учениками, и к Петру пришел сборщик налогов в пользу храма. И он спросил, не отдаст ли учитель твой Дидрахмы на храм? Дидарахма – это, в общем-то, была достаточно большая денежная единица, которую должен был ежегодно иудеи отчислять на храм. И Спаситель спрашивает Петра, «Как ты думаешь, Петр, с кого собирают под эти цари? Со своих или с чужих?» Петр говорит, что, конечно, с чужих. С сынов не собирают. Так вот, сыны свободны. Но чтобы не нарушить закон, Господь ему дает повеление. «Сходи, поймай рыбу, и ты найдешь у нее статир». Статир, золотой статир, удвойный статир, равнялся двум Дидрахмам, то есть четырем Драхмам, и отдай за себя и за меня. Таким образом, Господь не избегает вот этого необходимого ежегодного пожертвования на храм. Что касается самого Христа, ведь Христос был странствующим раввином, странствующим проповедником. И согласно бытовавшему обычаю, раввины, проповедники существовали за счет добровольных пожертвований, за счет того, что давали им люди – из еды, из одежды и из денежных средств. Поэтому мы знаем, что один из учеников Иисуса Христа отвечал за этот самый добровольный сбор. У него находилась сумма или ящик, куда бросались вот эти денежные средства. И Господь и ученики питались тем, что давали им люди, когда принимали их в своих городах, селениях, в своих домах. Кстати, учеником, который отвечал за сбор средств и за их сохранность, был Иуда Искариот. Мы знаем, что с ним потом произошло, что он был отягчен недугом сребролюбия, и уже в момент, когда он разочаровывается в своем учителе, он решается предать Христа, получив 30 сребрников. В первых общинах христиан, то есть во времена апостолов, во времена учеников Христа, поскольку они жили очень близким ожиданием Второго пришествия, они как бы отказывались вообще от какого-то имущества и делали свое имущество общим для всей христианской общины. Вот, например, в книге «Деяний» упоминается об этом, и упоминается история Анании и Сапфиры, которые, продав свое некое имущество, возможно, свой дом или какие-то материальные блага, которыми они обладали, часть из средств, вырученных, они утаили, за что их постигло наказание Божие. Отец Максим, ну вот сейчас мало людей, тех, кто готов отдать свою десятую часть церкви. Тогда вопрос, на что существует церковь сегодня? Действительно, на Востоке исторически не было, то есть мы принадлежим к восточной ветви христианства, не было каких-либо обязательных законодательных актов, которые бы закрепили десятину. На Руси мы знаем, что когда князь Владимир принял христианство, он на десятую часть своих доходов построил в Киеве так называемую Десятинную Церковь в честь Пресвятой Богородицы. Но Десятина была необязательна для населения. Все пожертвования были добровольными. Десятина с населения в России была закреплена, как это ни странно звучит, во время монголо-татарского периода и оставалась обязательной в виде сборов с урожая до XVIII столетия, когда была отменена. Поэтому можно сказать, что с XVIII века русская церковь жила на добровольные пожертвования. И зачастую священники в селах, деревнях также пахали, сеяли землю и так далее. И до сих пор церковь живет не за счет государства, не за счет налогов, хотя во многих европейских государствах есть церковный налог, обязательный для всех работающих людей. Он отчисляется через государства, и церковь, скажем, римско-католическая в Германии или протестантские, лютеранские, евангелические церкви получают от населения, которые записывают в графе вероисповедания свою принадлежность к той или иной конфессии, получают этот доход. То есть это налог, обязательное пожертвование, которое делает человек, независимо от того, как часто он ходит в свой храм, в свою церковь, или он это совершает редко, или вообще несколько раз в своей жизни. Такой церковный налог существует, скажем, и в церкви православной Греции, где церковь не отделена от государства, является как бы частью государства, и в Конституции прописана официальная религия православия. В нашей стране церковь отделена от государства, и поэтому церковь существует на свои собственные средства, которые уберутся из добровольных пожертвований. Эти пожертвования идут, собственно говоря, на существование самого храма, то есть на оплату зарплат к лиру, певчим, работникам храма. Причем все пожертвования, в общем-то, добровольные, но все оплаты в храме, они фиксированы, в том числе и налоги за работающих в храме. Все пожертвования на духовной академии, на церковные больницы, на благотворительные проекты все также делаются из церковной казны, которая формируется из приходских добровольных пожертвований православных верующих. В конце концов, литургия служится бесплатно, и исповедь, причастие, самые главные таинства уделяются без требований каких-либо пожертвований. Спасибо, отец Максим, за сегодняшнюю беседу. Нам, к сожалению, с вами пора прощаться. Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие телезрители, на Руси еще с первых времен христианства украшение храмов считалось великой добродетелью. Святой Иоанн Златоуст говорил, жертва на храм – ей самое верное средство превращать свое земное достояние в сокровищницы небесные. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok